Хроники волшебного леса. Под таким названием в новогодние каникулы на сцене Центрального Дворца культура в течение нескольких вечеров проходила сказка, участниками которой стали самодеятельные артисты из творческих объединений «Спектр» и «Космос». Автором идеи и режиссером спектаклей выступил Александр Макаров. В сценарии «Хитрый лис» роль его и исполнил. Руководитель «Космос» студия со стола Деда Мороза похитил золотое яйцо. Что в нем находилось, это выясняется в конце сказки. Изольда, дочка Деда Мороза, обнаруживает пропажу. Она не хочет расстраивать отца и нанимает детектива Белкину, который расследует это дело. Веселая и удивительная история разворачивается в темном лесу, где зрители видят Бобрика, возлюбленного Белкиной, страшную ворону Кару, которая находится в сговоре с хитрым лисом, но в итоге все равно остается на темной только своей стороне. Есть и совсем позитивные персонажи-эльфы. Историю эту мы сочиняли все вместе, рассказывает режиссер спектакля. Захотелось сделать детектив, но для детей. Я знаю, что это достаточно популярная тема. На самом деле сейчас многие любят подобный жанр. Дети. И поэтому я вдохновился этим и написал сценарий. Ну, как написал. Мы его придумали, как я уже сказал. Я пришел к ребятам на собрание и сказал, ребята, кто хочет участвовать, вот я должен сделать шоу. Я это сказкой в последнее время не называю, это шоу. Я это называю мультимедиа-шоу, потому что я использую мультимедиа-систему. То есть у нас есть проекция, проецируется на экраны картинка. Как можете заметить, да, вон фон у нас никакого нет. Белый. А фон меняется только за счет мультимедиа-системы. Это у нас Илья Талызин работал над этим. Ему большое спасибо. Музыку писали втроем. Я писал. Александр Тунцев писал из группы World Charters наши местные. Они сейчас гастролируют по Петербургу. Ну вот он приехал сюда ради меня и написал мне. Мы всю ночь сидели и писали гитару. И Влад Кунин, он у нас композитор, он у нас пишет песни, и он тоже принял участие в написании музыки. То есть, чтобы вы понимали, вся музыка в этом спектакле была собственного сочинения, авторская, да. То есть мы сами ее написали, в отличие от прошлых наших лет. Ребята у нас все, что участвовали, это наши КВНщики, это наши театралы, наши рокеры, музыканты, фотографы. Не актеры. Не актеры просто, которым весело. Я считаю, что нужно брать людей, которым нравится, которым интересно, а не тем, которые умеют. А научатся все сами по себе. Это же провинция все-таки, как-никак. Что, без меня не справляешься? Ведьма, давай уже свою темную магию и забирай яйцо. Проснулся. Помогу. Но в долг. Подпроценты. Ну все. Это конец. Конец для похитителя новогодних религий. Роль одного из отрицательных персонажей в сказке исполнила Анастасия Старовик. Девушка рассказывает, что второй раз выступает на сцене. Первый был провальным. Я впервые играла антагониста. Это человек, который, ну, актер точнее, который выполняет негативную роль, самую негативную роль в спектакле или в постановке какой-либо. Мне это очень понравилось, потому что в реальной жизни меня люди видят таким очень светлым, позитивным, добрым человеком. Мне всегда хотелось как-то проявить свою сторону темную. И вот у меня как раз-таки была эта возможность. Саша Макаров, наш режиссер и автор идеи, дал мне эту возможность. Я была безумно рада. Вжилась в роль. Мне очень понравилось. Безумно интересный спектакль. Здорово было в нем поучаствовать, потому что это моя, скажем так, первая удавшаяся роль на самом деле. Потому что предыдущая была тоже попытка у меня в Народном театре. Год назад где-то я там играла экскурсовода. И речь была не записана. Мне нужно было выйти в театр и проговорить. Там были слова достаточно сложные. У меня был монолог. Я вышла, я все абсолютно забыла. Я не смогла симпровизировать. У меня потемнело в глазах. Звон в ушах стоял, чуть в обморок не упало. Здесь все прекрасно, да. Было очень здорово. Я прямо вот удовольствие получила. Огромное. Новый год – самый яркий и запоминающийся праздник. Он единственный переносит с собой волшебство и чудеса, дарит подлинное ощущение счастья и веселья. И зрители новогодней сказки ощутили это в полном объеме. Я очень рада, что на нашу сказку пришли люди. Спасибо всем огромное, что посетили Центральный дворец культуры. И хотим поздравить всех наших зрителей с Новым годом. Пожелать добра, счастья, сказочных дней. И все получится в Новом году. Главное – верить в чудо. Светлана Баварская, Виталий Сгренкаст, телеканал Фурманов ТВ.